Всем привет! Меня зовут Роман и это мой канал о хоккее. Я не удержался и все-таки решил снять выпуск по итогам третьего матча серии между ЦСКА и Авангардом нашего финала Кубка Гагарина. У меня, кстати, новый головной убор. Знаю, что многим не нравилась моя белая шапка. Вот аккурат под финал и заказал новую кепку. Сразу хочу предупредить, что в этом выпуске не будет полного обзора третьего матча. Потому что, как вы, наверное, уже знаете, мой прошлый выпуск с обзором второго матча YouTube забанил. Мне прилетел страйк, мне сейчас нужно быть аккуратным. Поэтому, собственно, я решил не злить большого брата, так сказать, и обойдусь без нарезки моментов в ближайшее время. Для этого выпуска конкретно я подготовил несколько всего лишь моментов, на которые очень хочу обратить внимание. Тщательно их подготовил, чтобы меня за них не забанили. Поэтому сразу хочу сказать, что если вы привыкли смотреть обзор, чтобы, так сказать, освежить память и матч, или вообще матч не смотрели, то это видео можете не смотреть, потому что вы полную картину здесь не получите. А если же вам все нравится и хотите узнать мое мнение просто по этому поводу, то тогда подпишись на канал, если еще этого не сделал, и поехали. Вообще, перед началом третьей игры у меня была информация, что в составе Авангарда будут кое-какие изменения. Конкретно мне писали, что в воротах будет играть Бабков, а в поле выйдет Иржи Секач. Но когда матч начался и были оглашены составы, стало ясно, что это все не так, и состав остался неизменным. Хотя, на мой взгляд, Иржи бы очень помог сейчас Авангарду. Во-первых, он свежий. Во-вторых, все-таки это форвард, который поиграл в НХЛ, который играл за ЦСКА, играл за Акбарс. С Акбарсом даже брал кубок Гагарина. И очевидно, что это мастеровитый игрок. И практически в любой другой команде КХЛ он бы получил свое время. Но он не играет, напомню, потому что в КХЛ действует лимит на легионеров. И в заявке на один матч может присутствовать не более пяти иностранцев. Иржи получается шестой. Поэтому он и не играет. Хотя усиление было бы для Омска значительно, особенно в этой серии. И если честно, то мне за финал становится одновременно и боязно, и грустно. Потому что все идет к тому, что ЦСКА со своей методичностью, робота, искусственного интеллекта какого-то, прибирает победы к своим рукам. И до выигрыша кубка им осталось всего две. И если во втором матче серии ЦСКА выиграл безоговорочно, без вопросов, так сказать, то вот в игре под номером три все было очень и очень близко. И авангарду немножко не хватило. Чего только стоит вспомнить момент с участием Шулунова. При том, когда он забрасывал победную шайбу, грубец там неудачно сыграл, оступился и, так сказать, не смог защитить свои ворота. Я много раз пересматриваю этот эпизод. Какого-то умысла не вижу. Но просто, видимо, при перемещении действительно допустил ошибку. И случайно потерял равновесие. Но вот эта случайность, она может очень дорого обойтись авангарду. И вот в таком матче такую важную шайбу пропускать очень обидно. Еще отдельно хотел поговорить про первую шайбу ЦСКА, когда Акулов забрасывал. Акулов, конечно, молодец. Очень цельно проводит этот плей-офф. Кандидат на поездку на чемпионат мира. Здорово. Здесь в эту тройку вошел вместо травмированного Мамина Попов, который, собственно, и сделал эту шайбу. Отдав потрясающую передачу из-под себя на свободное пространство на Акулова. Но гол клевый, вопросов нет. Но я хочу обратить внимание на кое-что еще, что было в этой шайбе. Для начала, для того, чтобы более подробно объяснить, хочу показать моменты седьмого матча серии между Акбарсом и Авангардом. Когда Акбарс забрасывал третью шайбу, Галимов, и там я показывал, что Буше не доработал в свободной зоне, из которой Галимов забивал. И если бы он там более плотно сыграл, то этого гола бы не было. Очень похожий эпизод был и здесь. Да, там шла позиционная атака ЦСКА. Они контролировали шайбу. Найт, как центр-форвард, отъехал страховать Покку, если того вдруг обыграют. Шеребзянов играл против Попова, а Акулов подключился из глубины. И Буше должен был обратить на это внимание и сыграть с ним. Знаете, плотно он должен был увидеть это и поехать к нему, чтобы не было вот этого пустого пространства и не остался свободный игрок. Но он этого не сделал. И получается, что Попов сделал передачу, Шеребзянов ее чуть-чуть перехватил, она там побрыкалась немножко, но Акулов ее подработал и в девять направил. Я не хочу сейчас набрасывать на Буше, критиковать его, говорить, что вот он там, плохой игрок. Я просто хочу обратить ваше внимание на это, что в финале сейчас Кубка Гагарина, в финале конференции такие эпизоды были. И это, в принципе, иногда происходит у него. Просто согласитесь, что на такой стадии, когда ты играешь в финале, каждый должен играть в защите, каждый должен отрабатывать назад. Потому что Буше это лидер авангарда, и он выходит очень много на лед. И очевидно, что если он играет много, то и против него будут выходить игроки, которые тоже, как правило, играют много. То есть ты будешь защищаться против лучших сил соперника. Потому что лидеры всегда играют больше всего. И вот в этом эпизоде случилось то, что случилось. Собственно, пишите в комментариях тоже, согласны ли вы с моей точки зрения, должен ли здесь был Буше доедать этот эпизод, доигрывать со своим Акуловым, или нет, считайте, что я не прав. То есть в любом случае я буду признателен вам за ваше мнение. Для армейцев ситуация сейчас уже очень благоприятная, потому что они переломили ход серии, добились двух побед подряд, после того, как первую игру проиграли. И следующая победа поставит их в очень удобное положение, потому что счет серии станет уже 3-1. Соответственно, можно будет в понедельник возвращаться в Москву и побеждать там Авангард, и забирать себе второй кубок Гагарина. Авангард уже нужно что-то предпринимать. Кстати, в третьем матче серии, впервые за 10 матчей у Авангарда, была ситуация, когда они имели больше численного преимущества. Но надо сказать, что как назло для Хартли, ЦСКА очень хорошо подстроился и замечательно отыграл в меньшинстве, практически ничего не позволив сделать. Более того, чаще всего были проблемы элементарно со входом в зону армейцев у Авангарда. И, конечно же, нужно что-то как можно скорее предпринимать, потому что без большинства, конечно, будет очень сложно выигрывать. Ну и еще мое личное наблюдение. Не знаю, согласитесь со мной или нет, но мне кажется, что ЦСКА вот во втором и в третьем матче особенно, ощущение, что они выглядят полегче, да, посвежее. Вот как будто они легче бегут. Возможно, все-таки сказывается физическое состояние игроков, но порой, вот особенно по Поке это заметно, мне кажется, он сильнее всех сдал. Он очень много проводит на льду времени, и порой видно, как он недорабатывает ногами. Поэтому, в общем-то, не знаю, что дальше будет происходить. Очевидно одно, что следующий матч, который будет в субботу, будет самым важным. Либо счет серии станет 2-2, либо 1-3. Так или иначе, Авангарду нужно вытаскивать из себя все. Поэтому у меня вопрос к вам. Пишите в комментариях, что вы думаете, что нужно сделать Авангарду, тренерскому штабу, для того, чтобы постараться выиграть в четвертом матче. Какой должен быть сценарий развития игры, чтобы все для них закончилось хорошо. Я обязательно все прочитаю, отвечу. Ну а на сегодня у меня все. Пишите комментарии, как вы относитесь к такому формату, когда я не показываю моменты, просто делюсь своими какими-то наблюдениями. Мне будет очень приятно. Если все понравилось, поставьте лайк. Подпишитесь на мой телеграм-канал, на мой ютуб-канал. И самое главное, не забывайте, что у вас роман с хоккеем. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова